ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАГАЗИН ГУМ. Не просто крупный торговый комплекс, в котором можно купить практически все. Это целый торговый квартал в центре Москвы. Он занимает местность Китай-города и выходит главным фасадом на Красную площадь. ГУМ. Проектирование ГУМа началось в XVIII веке при Екатерине II. Но строительство не было доведено до конца. И после пожара 1812 года торговые ряды были перестроены мастером классицизма Осипом Бовея. Верхние торговые ряды были открыты 2 декабря 1893 года. Это был исключительный для Москвы и для России проект. На тот момент это был самый крупный пассаж Европы. Ближайшим аналогом ГУМа является галерея Виктора Эммануила в Милане 1877 года. Но наш московский пассаж в полтора раза больше. И в Миланском пассаже не торгуют на верхних этажах. Там нет знаменитых ГУМовских мостиков. Это был целый город. Идеальный город русского торгового капитализма. В 1917 году торговлю закрыли. Товары реквизировали. Здесь расположился наркомпрод Александра Дмитриевича Цюрюпы, осуществлявшего отсюда политику продовольственной диктатуры. В рядах был склад реквизированного продотрядами и столовые для совслужащих. В 1923 году в здании открылся государственный универсальный магазин ГУМ, состоявший в ведении наркомторга РСФСР. ГУМ стал символом НЭПа. Сталин закрыл ГУМ в 1930 году. Сюда вселились министерства и ведомства. Первая линия была полностью закрыта для входа. Здесь находился кабинет Берии. Какая-то торговля продолжалась. У фонтана функционировал торгсин и комиссионный магазин по продаже имущества врагов народа. На Никольскую выходил продуктовый магазин. Но в целом ГУМ прекратил свое существование. Вновь он был реконструирован и открыт для публики 24 декабря 1953 года. И стал символом оттепели. У ГУМа уникальная судьба. Он открывался тогда, когда Россия поворачивалась в сторону людей. Нормальной городской жизни. Даже счастья. Мода в ГУМе, демонстрационный зал, пластинки в ГУМе, мороженое в ГУМе. Все это стало московскими символами. И все это исчезало, когда мы поворачивали в другом направлении. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня ГУМ живет так, как он был когда-то задуман. Идеальный торговый город Москвы и памятник архитектуры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok